Массаж от 6 до 9 месяцев. Массаж надо проводить не раньше, чем через 40 минут после кормления при температуре воздуха не ниже плюс 22 градусов. Массаж не должен вызывать или усиливать болевые ощущения у ребенка. Нельзя массировать ребенка перед сном. Начинаем с ручек. Круговыми движениями, поглаживанием, указательным и большим пальцем растираем, разминаем ладонную поверхность кисти. Если малышу что-то не нравится, отвлеките его, предложите игрушку, разговаривайте с ним. Затем легкими круговыми движениями разминаем каждый пальчик с ладонной и тыльной сторон. До трех раз. Далее поглаживаем тыл кисти до шести раз. И продолжаем по разгибательной поверхности руки. От кисти к плечу поглаживаем. До шести раз. Растираем вторым и четвертыми пальцами, обхватывая руку ребенка. До четырех раз. Теперь разминаем. До трех раз. Вторую руку массируем аналогично. Начинаем с ладошки. Гладим круговыми движениями. Разминаем каждый пальчик. До трех раз каждый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Затем поглаживаем тыл кисти и всю руку по разгибательной поверхности к плечу. До четырех раз. Теперь растираем. До четырех раз. И разминаем. До трех раз. Напоминаем, что нельзя массировать подмышечные впадины и суставы. Теперь делаем обнимание. Большие пальцы рук взрослого вкладываем в ладони ребенка. Остальными пальцами фиксируем предплечье и производим обнимающие движения. Затем поднимаем и опускаем руки совместно. До четырех раз. И поочередно. Круговые движения в плечевых суставах в обоих направлениях. До четырех раз. Снизу вверх. И сверху вниз. До четырех раз. Теперь массаж животика. Сначала гладим его по часовой стрелке. До шести раз. И растираем легкими круговыми движениями тоже по часовой стрелке. До трех раз. Нельзя массировать область печени и селезенки. Левое и правое подреберье. Теперь стимулируем косые мышцы живота. Поглаживаем по боковым поверхностям к пупку. До шести раз. Массаж груди. Начинаем легкие поглаживания от середины грудины к подмышечным впадинам. До шести раз. Затем растираем грудку от середины грудины к подмышечным впадинам. До четырех раз. Одной рукой слегка приподнимаем ножку ребенка. А другой производим поглаживающие движения по подошве в форме восьмерки. До шести раз. Затем разминаем каждый пальчик круговыми движениями. По одному два раза. Производим поглаживание круговыми движениями. До четырех раз. И растирание тыла стопы. До трех раз. Теперь поглаживаем по наружной поверхности голени и бедра. До тазобедренного сустава. До шести раз. Затем производим растирание. До четырех раз. Нельзя массировать паховую область и внутреннюю сторону бедра. Со второй ножкой мы выполняем аналогичные манипуляции. Приступаем к гимнастике. Сгибаем ножки, фиксируя голени ребенка. Сначала вместе. До шести раз. Затем поочередно. Левая. Правая. Левая. Правая. До шести раз. Выполняем круговые движения в тазобедренных суставах. Сначала внутрь. До шести раз. Затем наружу. До шести раз. Теперь упражнение велосипед. По шесть-восемь раз. А теперь топотушки. Фиксируем голени малыша и делаем так, чтобы стопы скользили по поверхности стола. По три-четыре раза. А теперь зафиксируем колени малыша и производим поднимание прямых ног вместе. До четырех раз. Затем поочередно. По три-четыре раза. До шести раз. Переворачиваем малыша на животик. Приступаем к массажу спины. Сначала поглаживаем спинку по направлению от ягодиц к шее. Можно одной рукой. Можно сразу двумя. Стараемся не задевать позвоночник. До шести раз с каждой стороны. Далее производим растирающие движения подушечками средних пальцев рук или ладонной поверхностью кисти от середины спины к периферии по направлению от ягодиц к шее. Затем производим легкие постукивания подушечками пальцев по задней поверхности грудной клетки. Не более трех секунд. Нельзя постукивать в области поясницы. Еще раз производим поглаживание голеней и бедер по наружной поверхности от стопы к тазобедренному суставу. До шести раз с каждой стороны. А затем легкие пощипывания ягодичных областей. Не более пяти секунд. Все манипуляции заканчиваем легкими общими поглаживаниями ребенка. Посмотрите, как ваш ребенок сидит. Самостоятельно, устойчиво, играет, спина прямая, улыбается. Выполняем присаживание. Одной рукой фиксируем колени, а вторую руку подаем малышу, приглашая его потянуться ручками и сесть. До трех раз. Оденьте ребенка в теплое белье и дайте ему отдохнуть.